всем привет мои дорогие я хочу вам показать как я делаю батоны и вы знаете буду показывать почти без нарезки то есть почти в прямом эфире для того чтобы было понятно сколько по времени я вымешиваю тесто поэтому видео у меня получилось аж на 13 минут то есть вы замес теста я почти не вырезал но для того чтобы было понятно на 300 грамм теплой воды я кладу чайную ложку сверху дрожжей пол килограмма муки но это надо смотреть тесто должно быть густое чуть больше чайной ложки соли сахара 3 чайные ложки можно побольше если вы хотите послаще и соли можно побольше если вы хотите посолонее и потом уже после того как тесто расстоится я буду вмешивать туда 20 грамм я буду вмешивать топленое масло вообще по рецепту идет сливочная и так я насыпаю муку нужно по рецепту пол килограмма но здесь нужно смотреть самим в общем друзья должно получиться густое тесто вы знаете когда его замешивать даже такое чувство что ты его не сможешь промесить но то есть вода не сможет впитать всю муку то есть вот до такой густоты должно быть тесто и сначала я его вымешиваю лопаточкой а затем начинаю собирать вот эти вот все мучные крошки руками все в одну кучку чтобы не было сухой муки по краям вот этой моей формы в которой я мишу и затем я его оставляю в покое потому что сразу тесто вымесить друзья невозможно поэтому не надо его мучить наша задача сейчас просто собрать и увлажнить всю муку чтобы по краям как бы не осталось этот рассыпанной такой муки чтобы потом в прослойка муки не было в готовом тесте вы видите вот так вот подгребаю и все друзья тесто больше не трогаем просто собираем его вот такой комочек и оставляем в этой форме прикрываем чтобы она не заветривала и оставляем минут на 20 для того чтобы вся мука который у нас вошла в наше тесто чтобы она намокла разбухла а затем будем с ним работать вот такие батончики у нас получится в результате это мой вчерашний замес и вчерашняя выпечка прошло 20 минут я смотрю какой же у нас получилось тесто вы сейчас сами увидите что она получилась уже еще более эластичная чем было до этого я попробую его поместить но видно что она еще клейковина как бы не разбухла на на такое но прям жесткая но будет рваться ломаться если мы сейчас начнем мучить замесами то она как-то не очень поддается поэтому я такого чисто для про формы немножко вымешу для того чтобы там все вот эти ингредиенты которые мы засунули соединились в одно но вы сами увидите что тесто не очень поддается замесу она даже не растягивается то есть понимаете если вот сейчас попробую как потянуть в разные стороны как положено поступать с тестом она не растягивается вот видите я собираю в комочек она как бы даже и не склеивается между собой поэтому оставим его в покое еще на 20 минут и вы увидите что случится с тестом через 20 минут и насколько удобно будет с ним работать собираем его в комочек и опять кладем в наш контейнер прикрываем чтобы не заветривало и ждем еще 20 минут проверка готовности через 20 минут ну вы уже видите разницу правда посмотрите тесто стало гораздо более эластичное друзья и я не затратила почти никаких усилий на его замес я просто дал отдала ему вылежаться этот фокус я посмотрела на канале хлебопеков на канале тестомесов я раньше про это не знала если бы я так сказать вот этот секретик не увидела я бы так и мучила и сама мучилась то есть сразу после замеса вот этот вымешивают в течение часа тратят свои силы мучит тесто не нужно нужно дать ему отдохнуть и она вымешивается просто замечательно опять оставляем тесто для того чтобы она расстоялась здесь уже дрожжи начинают работать вы сейчас сами увидите посмотрите видите какой он стала мягкая эластичная но не липнет ко дну формочки и сейчас мы будем его опять вымешивать смотрите какой кстати стол мукой я почти не посыпаю вообще почти стол как вы видите чистый к нему тесто не прилипает и сейчас я буду вмешивать в него масло если масло добавить в батон с самого начала то она помешает работе дрожжей поэтому сейчас будем вмешивать масло и я чуть-чуть поставила на убыстренную съемку видео вот буквально скорость в два раза я увеличила вы видите она сначала в тесто как даже не вмешивается она все время знаете становится такой ну он скользит по маслу скользит рвется вот я в убыстренном специально вам ставлю то есть я не вырезала вообще не кусочком чтобы было видно как вообще это все происходит и это когда ты его полностью размазал по этому куску вот так вот уже его вот как бы раскатывать не нужно потому что тесто начинает рваться я его начинаю сминать вот так как бы в кулачках так получается гораздо лучше во первых и тесто от рук согревается а во вторых ну она не растягивается на этом масле не скользит понимаете вот и как будто лучше сминать его в кулачках ну то есть понятно не возить его по столу не раскатывать вот посмотрите как это легко все происходит еще раз говорю не вырезала вообще ничего вот это в данный момент в два раза убыстрила потом уже пойдет в нормальном режиме то есть вот полный так сказать процесс можно посмотреть интересненький тесто не липнет к рукам очень приятно работать уже от этой его знаете в тугости ничего не осталось такой мягкая эластичная очень приятная ну вот это уже реальная скорость ведь она как мягкий пластилин очень приятная его не раскатывая просто так сминаю в руках и об стол немного как бы приминаю но вы сами видите что она еще неоднородная то есть вот этот слоеность как бы в нем присутствует поэтому вымешиваем дальше нам нужно чтобы она стала ну то есть чтобы вообще не было заметно что там было вот только-только что вмешано масло посмотрите какой она становится блестящая эластичная очень приятная она меняется на глазах в общей сложности если убрать вот эту убыстренную съемку но я думаю что я вмешивала масло но может быть четыре минуты я так думаю я не засекала но не больше пяти минут это однозначно я думаю что меньше вот ведь она уже такой стала гладкой эластичной видите как она меняется внешний вид вот сейчас его уже можно оставлять в покое на расстойку а затем уже формировать батон и нарезать тесто на кусочки и формировать батон и формуем его округляем это называется округляем вот так по столу его немножко елозим чтобы нижняя сторона сделалась таким знаете единым целым прошло еще 30 минут вот так выглядит наше тесто я подпыляю стол мукой ну прям совсем чуть-чуть потому что сейчас мы будем тесто делить и раскатывать батоны я не взвесила сколько у меня по весу получилось в каждом кусочке в кухне у меня довольно прохладно тесто подходило плохо потому что реально было ну прям такая маленькая температура была если бы было потеплее в теплом месте она бы конечно быстрее быстрее по дрожжи работали теперь мы делим на две части будем раскатывать раскатывать нам надо в такой пласт толщиной я раскатываю где-то в пласт толщиной ну сантиметр 0 7 миллиметров 7 миллиметров либо сантиметр причем сначала раскатываю гладкой стороной то есть гладкой стороной наверх, а затем переворачиваю на другую сторону, чтобы эта гладкая сторона лежала на столе, чтобы когда мы начали сворачивать батоны, то есть эта гладкая сторона оказалась бы сверху, и поверхность батона была более красивая, более ровная. Раскатала такой пластик, затем переворачиваем на другую сторону, точно так же раскатываем и начинаем сворачивать рулетик, немножко подтягивая тесто. Стол, как я уже сказала, ничем мазать не надо, ни маслом, ничем. Если намажете маслом либо мукой, тогда в батоне у вас будут прям ярко выраженные слои. А нам этого не нужно. Единственное, что я сделала, какой вывод, когда катаешь рулетики на этот батон, надо, чтобы вот эта последняя треть теста была пошире, чем середина и начало. Потому что вот вы сами видите, чтобы на краешках вот это тесто, вот этот рулончик не был виден. Ну и даже если он виден, как у меня, я его вот так защипываю. Вроде бы, знаете, когда тесто вот такое свежее, видно, что там есть какие-то защипы, какие-то такие неровности. Но затем, когда пройдет расстойка, это все сравняется. И, в общем, вот этих вот рулончиков не будет видно. Вот этой слоености видно не будет. И вот так руками стараемся раскатывать. Серединку оставляем толстой, а руками больше нажимаем к краям. Ну то есть понятно, да, чтобы так вот как бы сужение батона было к краям. Ну вы же помните форму батона, да? Вот так. Стараемся к краям сильнее давить на тесто. И тогда этот краешек, он утоньшается. И вот этим швом все время катаем по низу. То есть не полностью вот этот рулет катаем по столу, а именно швом. Точно так же поступаем с другой частью теста. Катаем еще один батончик. Это очень просто. Ничего не смазано, ни скалка, ни стол, ничего не липнет. То есть тесто хорошо вымешано, легко поддается раскатке. Оно очень мягкое, эластичное, я про это уже говорила. Точно так же делаем защипы. И этими защипами кладем на стол. И их начинаем как бы прокатывать. Для того, чтобы они склеились с остальной массой теста. И их не было видно. Точно так же нажимаем руками по краям вот этого батончика. Для того, чтобы краешки были потоньше. И я буду эти батоны печь просто на противне, без пекарской бумаги. Пекарская бумага у меня закончилась. Я промазала противень маслом. Уже включила духовку. Но вообще, друзья, с батонами есть одна тонкость. Они должны очень хорошо выстояться, понимаете, расстояться. Если вы не дадите им полную расстойку, то они в духовке у вас лопнут. То есть край батона порвется и батон будет с трещиной. Когда тесто уже немножко расстоялось, я сделала надрезы. И оставила на расстойку еще дальше. Затем, посмотрите, воду смешала с яйцом. Но у меня здесь буквально яйца совсем чуть-чуть. Воды много. Смешивают один к одному. Вот так где-то. В общем, как хотите. Вот я видите, ну вы сами видите по вот этому составу, что он совсем светленький. То есть там пол яйца, грамм, наверное, 100 воды и пол яйца. Я смазываю батон руками, стараюсь его не приминать, для того, чтобы вот эту вот расстойку не повредить. Вот смотрите, я нажала на краешек батона. Вы видите, что расстойка полная. Я нажала, а там осталась ямка, и она не выправляется. Выправляется очень медленно. Это значит, что у теста полная расстойка. Если вы нажмете, и вот эта вот вмятина выправляется быстро, это значит, что тесто еще дрожжи еще работает. То есть тесто бродит, рано ставить, оно у вас в духовке начнет надуваться и может порваться. Выпекала я 220 градусов, но затем смотрела, потом я уменьшила до 180. То есть это нужно смотреть по духовке. И опять же, по времени, друзья, у всех духовка разная, я даже не засекала время. Но я думаю, что минут 30-40 я их точно выпекала. Вверх-вниз у меня был включен, еще конвекция. Вот такие они хрустящие получились. Легко отстали, как вы видите, от противня. Но они еще горячие, но я решила попробовать. Не стала дожидаться, пока остынут. На вкус очень вкусенькие. Единственное, вот в этот раз мне показалось, что они немного недосоленные. Но я рецепт вам сказала и напишу его также в описании. Знаете, на вкус и цвет, товарищи, нет. Вы можете регулировать количество соли и сахара. Вот такие ровные дырочки. Замечательно, тесто поднялось. Посмотрите, вот видите, очень равномерно. Нет никакой ни клеклости, ничего не крошится. Он такой хрустященький, вкусный. Напоминаю, друзья, тесто горячее. Прямо буквально чуть-чуть дала ему остыть и сразу начала резать. Вот такой батончик. И пропекся он очень равномерно. Так что всем приятного аппетита. Сделайте очень просто. Рецепт в описании. Хлеб я печь люблю. Много не умею, но какие-то вещи у меня получаются.